Минздрав неэффективно выполняет программу о лечении украинских граждан за границей. Речь идет в первую очередь о пациентах, которые нуждаются в трансплантации внутренних органов. Почему одни украинцы ждут лечения за рубежом месяцами, а другие получают его в указанные сроки? Расскажем в сюжете. Комиссия Минздрава по вопросам направления на лечение за границу работает непрозрачно. Общественные активисты указывают на то, что очередь пациентов закрыта. Это создает коррупционные риски, ведь еще два года назад каждый больной знал свой порядковый номер в очереди. Теперь же известны факты, когда разрешение пациент получает по звонку от нужных людей. Кроме того, комиссия нецелесообразно управляет средствами. Кричущий випадок стал в грудь месяце прошлого года, когда в этой черте государственной на лечение за кордоном было 72 люди. И в министерстве еще остался лишек денег с программы 20 миллионов гривен. По словам Андреева, за возвращенные в бюджет деньги некоторые чиновники Минздрава получили госпремии. Сейчас в очереди на лечение за рубежом находятся около 60 человек. Часть из них ожидают решения министерства уже несколько месяцев, хотя, согласно постановлению, максимальный срок принятия решения о взятии пациента на учет – 20 дней. Я находлюсь на гемодиалізе, 7 лет уже. Дата подачи документов была 2 жовтня 2017 года. По данный момент никаких ответов нет. Я документы подала в Министерство охороны здоровья еще в квитне месяце. Но звоню несколько раз уже, мне говорят, что еще нет никаких ответов, нет еще висновок. И говорят, что только звоните, звоните и звоните. Сколько еще ждать нужно? Я не знаю. В конце мая заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский на выступлении в счетной палате заявил, что деньги, выделенные на лечение украинцев за границей, лучше инвестировать в развитие транспортологии и обучения наших врачей в Украине. Заместитель министра также добавил, что После таких высказываний активисты потребовали от Линчевского подать в отставку. Позже он провел брифинг, на котором попросил прощения у пациентов. В то же время чиновник заявил, что его слова были вырваны из контекста и неправильно восприняты общественностью. Добавим, что следующее заседание комиссии Минздрава по вопросам направления на лечение за границу состоится завтра, 6 июня. По словам Линчевского, остаток средств по этой программе составляет более 80 миллионов гривен. Так что эти деньги еще могут спасти жизни более 20 украинцев.